Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Кутя. По данному управлению Роспотребнадзора по республике на настоящий момент фиксируется 275 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что в столице нашей республики сохраняется напряженная обстановка, выявлено 122 новых случая. В основном сегодня появились случаи, которые связаны с детской заболеваемостью, в связи с чем сегодня на настоящий момент делается упор на обязательность сохранения санитарно-эпидемиологических правил и их соблюдения в детских заведениях, в детских образовательных учреждениях. Необходимо обратить внимание, что особо напряженной остается обстановка в Алданском, Мернинском и Неренгринском районах. Это промышленная группа районов, в которой сегодня достаточно большой уровень передвижения граждан в связи с чем и слабо соблюдаются нормы, определенные указом главы республики. К сожалению, из селедских районов сегодня остается сложная обстановка в Хангаласском, Мегино-Хангаласском и Амгинском районе. В Амгинском районе также отмечается и низкий уровень вакцинации населения. В целом в 19 районах республики еще дополнительно фиксируется от 1 до 6 случаев новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что в тяжелом состоянии в реанимациях разных центральных районных больниц наших, Якутской республиканской клинической больницы, находятся 132 пациента. Из них 35 находятся на ИВЛ. На 22 ноября 2021 года в республику уже поступило 609 тысяч доз вакцин. Сегодня поступило дополнительно 37 1800 доз вакцины «Спутник Лайд», которую по рекомендациям Минздрава Российской Федерации необходимо применять только относительно ревакцинации. Первую дозу вакцины в республике получило 459 434 человека, что составляет около 64% от взрослого населения республики. За последние 4 недели еженедельно первый компонент вакцины получают около 20 тысяч человек, что дает возможность нам говорить об определенной стабилизации ситуации. И, конечно же, хотелось бы, чтобы те меры, которые были приняты, это меры, направленные и на каникулы, которые прошли в начале ноября, а также на введение QR-кодов, а, соответственно, как способа защиты от распространения инфекции в больших коллективах, соответственно, дали свой результат. И сегодня мы видим, что определенные результаты имеются. Необходимо обратить внимание, что 89 тысяч человек старше 60 лет у нас непосредственно уже получили вакцину, что составляет 63% от общего количества лиц старше 60 лет. Уважаемые жители республики, Саха и Якутия на настоящий момент достаточно важным моментом и полного эффекта может дать ревакцинация. Как вы знаете, вчера президент страны тоже проревакцинировался. И, соответственно, спутником лайт у каждого подходит свой период для ревакцинации. Приглашаем вас на наши пункты медицинских учреждений для ревакцинации. Соответствующая вакцина в целом везде имеется. Уважаемые жители республики Саха и Якутия, с пятницы изменился порядок непосредственно определения правил по определению заболевших новой коронавирусной инфекцией. Здесь с этим обращаю ваше внимание, что на настоящий момент при выявлении заболевшего в коллективе, в группе детей или в коллективе непосредственно в общем, в обязательном порядке анализ на коронавирус будет браться у всех. Кроме того, анализ на коронавирус будет браться у всех, в том числе, кто и заболел и имеет признаки осных респираторных заболеваний. Однако наибольшую сложность сегодня представляет собой ситуация, связанная с распространением гриппа и низкими темпами, и низкой диспансеризацией от гриппа. Здесь чем выявляются новые группы заболевания гриппом. Сегодня наши медицинские организации работают в усиленном порядке в Хангаласском Лусе, где выявлена группа заболевших гриппом среди детей в одном из образовательных учреждений. В связи с тем, что дети у нас не вакцинируются против коронавирусной инфекции, с чем предлагается все-таки еще раз всем обратить внимание на гриппозную вакцину и вообще в целом на вакцинацию против гриппа. Сегодня обе эти вакцинации могут проходить одновременно, и действительно они дают нам возможность встретить Новый год.